Делайте бизнес прибыльным для себя и надежным для своего клиента. Друзья, день добрый. Приветствую всех на вебинаре компании 1S Bittrex. Мы действительно проводим много вебинаров, рассказываем про бизнес с точки зрения продаж, с точки зрения организации бизнеса, процессов, с разных-разных точек зрения на это смотрим. Сегодня мы говорим про клиентов, клиентов спящих, которые по ту сторону от нас находятся, но почему-то не выходят с нами на контакт. То ли мы что-то с ними можем сделать, то ли они как-то не так думают. Сегодня попробуем в этом разобраться. Меня зовут Михаил Беляев, я руковожу Санкт-Петербургским офисом компании 1S Bittrex. Сегодня мы вдвоем будем спикерами на этом вебинаре. Я через минутку буквально представлю открывающего спикера сегодняшнего. В самом начале несколько организационных моментов. Мы чуть-чуть проверяли перед тем, как выйти в эфир минут за 10, как у нас звук и свет. Немножко обратной связи верните мне в чате, друзья. Все ли у вас слышно, видно, хорошо, окей. Можно поставить плюсик, если все здорово и хорошо. Так, да, вижу. Вижу, друзья, спасибо большое. Значит, если вдруг у кого-то в процессе нашего вебинара что-то не так происходит со светом или звуком, первая рекомендация – перезагрузить браузер. Вот прям страничку, все окей. Вторая рекомендация – браузер Chrome обычно работает получше, чем его коллеги. Если у вас что-нибудь, можно переключиться туда. Ну, и проверить свой интернет-канал. Это на удаленке такая история, которая регулярно с нами случается. Канал у нас должен быть надежный, желательно не один. Поэтому смотрите. Еще из регламентных моментов запись сегодняшнего вебинара будет. Мы ее ведем. Как только на площадке она сконвертируется, через 1-2 дня мы пришлем ее на ту самую почту, с которой вы регистрировались, по которой была регистрация. Ничего специально для этого делать не нужно. Ближайшие полтора часа мы с вами проведем вместе. Мы их разделим на две части. В первой части мы поговорим про клиентов, что с ними нужно делать. Вторая часть будет больше инструментальная. Мы будем смотреть на продукт Bittrex 24 и смотреть, как функционал CRM-системы помогает работать с нашими клиентами, спящими клиентами, что такое спящий клиент с точки зрения CRM-системы, как она его идентифицирует и что позволяет с ним делать. Если у вас в процессе сегодняшнего вебинара возникают вопросы либо по теме, либо вопросы по Bittrex 24 и по самому продукту, можно смело адресовать их в чат. С чатом вы, кажется, освоились. У нас сегодня в чате есть два наших партнера-интегратора, которые продукт Bittrex 24 знают как свои пять пальцев. Компания CRM Academy и компания K-Service. Пожалуйста, вопросы по продукту адресуйте прямо в чат. Коллеги будут на них отвечать. Так, окей. С организационной частью мы разобрались. Я надеюсь, здесь все хорошо и понятно. Я перехожу, собственно, к представлению сегодняшнего открывающего спикера. С нами вместе сегодня Владимир Маринович. Владимир сейчас появится в эфире. Это человек, который видел за свою деятельность бизнесовую огромное количество бизнесов. Во многих участвовал самостоятельно и вырастил их вот с такого маленького состояния до огромного. Я думаю, что вы знаете громкие имена и улыбку радуги, и гет-текси, и огромный вклад в развитие и в рост этих бизнесов – как раз это заслуга Владимира. Если говорить про текущее состояние, Владимир может меня поправить немножко, но сейчас Владимир смотрит на бизнесы и помогает им расти. Они могут быть маленькими, большими, самыми разными, но вот видеть процессы, видеть продажи, видеть, как выстраиваются взаимоотношения с клиентами – это то, на чем сейчас фокус у Владимира есть. Владимир, приветствую. Михаил, доброе утро. Спасибо тебе большое. Можешь меня поздравить. Вчера в Москве я сейчас буду рассказывать свои практические инструменты разбуждения спящих клиентов из Саранска. Вчера в Москве между поездами из Питера в Москву и из Москвы в Саранск я, представь себе, подписал очередное партнерское соглашение. Я захожу в компанию, которая, представь себе, занимается поиском заказов для компетентных людей из России. в немецкоязычных странах. А как тебе поворотик? Это работающая бизнес-модель, и мне это очень интересно, потому что я намерен просто школу немецкого языка перевести в международную компанию, которая будет заниматься именно поиском заказов для самозанятых, и, кстати, для тех сотрудников и тех владельцев компании, которые сейчас нас смотрят. Так что 10 инструментов, которые вы, друзья, получите, это инструменты, которые, пожалуйста, вы помните, лучше всего что делать? Внедрять. Михаил, вопрос. Будь добр, подумай и дай свой ответ. И, друзья, тоже ответьте, пожалуйста, на мой любимый вопрос. Как вы думаете, что объединяет секс, еду и спорт? Друзья, что объединяет секс, еду и спорт? Кстати, это будет и тестом, как меня слышно, как меня видно. Коллеги, пожалуйста, что объединяет секс, еду и спорт? Результат, жажда. Результат? Ну, ладно, хорошо, Дмитрий. Энергия, приносит удовольствие, адреналин, эндорфины, желание. О, да, желание, согласен, удовольствие. Участники процесса. То есть, когда один человек играет в футбол, это похоже, ну, ладно, да. Михаил, хорошо, твоя какая версия? Что объединяет секс, еду и спорт? И какое это вообще имеет отношение к нашей сегодняшней теме? 10 способов разбудить спящего клиента. Как ты думаешь? Я ставлю на процессы, на удовольствие. Абсолютно точно. Еще очень важное слово – регулярность. И вот как раз сегодня мы, друзья, и поговорим о том… Михаил, спасибо тебе большое, я начинаю работать с группой. Друзья, мы будем с вами как раз говорить о тех инструментах, которые носят практический характер. Это, пожалуйста, никакого облаков в розовый цвет. И самое главное, вы помните, 10% мы запоминаем того, что мы слышим, 30% того, что видим, 70% того, что делаем, и 90% того, что сами рассказываем нашим сотрудникам. Поэтому, друзья, пожалуйста, еще одна фраза от Мариновича, можете ее записать. И у меня просьба. Илья, Халин, будьте добры, напишите, пожалуйста, фразу «Тупой карандаш лучше острой памяти». Запишите, друзья, «Тупой карандаш лучше острой памяти». Вот эти 10 инструментов я вам сегодня расскажу. Я оставлю блок вопросов и ответов. И самое главное – внедряйте. Итак, друзья, первое, что мы должны будем с вами… Друзья, пожалуйста, первый слайд. Коллеги, включите, пожалуйста. Итак, первое, что мы должны с вами сделать для того, чтобы… Первое – это скачайте, пожалуйста, за последние два года, коллеги, скачайте за последние два года тех клиентов, которые перестали с вами работать. У вас это где-то записано в записных книжечках, у вас это где-то записано в эксельских файликах, где-то там на бумажках, еще где-то. Пожалуйста, у вас же есть списки ваших клиентов. Так вот, возьмите тех клиентов, которые за последние два года перестали у вас покупать, вне зависимости, что это товар или это услуга, и скачайте, пожалуйста, себе в свой планчик и начинайте звонить. Только очень важно, друзья, пожалуйста, начинайте звонить лично. Не поручать какому-то менеджеру «Эй, Вася, иди сюда», «Эй, Маша, иди сюда», «На, вот, позвони», Маринович сказал. Нет, лично обзвоните, пожалуйста, клиентов, которые перестали с вами работать и задайте им один простой вопрос. Почему вы перестали со мной работать? Почему вы перестали у меня покупать? Вне зависимости, что это. Покупают у вас трубы, у вас покупают шины, или у вас покупают услуги красоты? Задайте этот вопрос. И, друзья, вы услышите очень много интересного. Особенно, если у вас есть сотрудники, тогда не вы общаетесь с вашим клиентом, а ваши сотрудники общаются с вашим клиентом. Много интересного услышите. В этот момент у вас польется либо кровь из ушей, либо вам захочется, ну, что-то такое сделать экстра-быстрое, экстра-сильное, потому что вы все услышите. И про то, что вы обещали привезти в понедельник в 12, а привезли в среду в 16. Не про то, что вы привезли 16 штук товара, а у вас просили 25. Не про то, что вас просили красное и квадратное, а вы привезли синие и мягкое. Вы много чего интересного услышите. И, пожалуйста, никому ничего не объясняйте. Никому ничего не рассказывайте о том, ну, ты же понимаешь, людей нет, они такие-сякие. Вот это никому не интересно. Всем интересно только одно. Ты либо выполняешь то, что ты должен делать, и тогда вы получаете, друзья, два главных эффекта. Первый. К вам ваши клиенты возвращаются. И второе. Они вас рекомендуют. Просьба. Запишите, пожалуйста, Елена Двери, Зочи, напишите вот эту мою любимую фразу. Ваши клиенты, а, к вам возвращаются, это, б, они вас рекомендуют. Это первый шаг, который нужно сделать. И это, конечно, будет для вас шоковый шаг. Вы много интересного узнаете про свой бизнес. И, кстати, если вы захотите, друзья, сейчас мне рассказать... А, кстати, давайте проверим. Друзья, поставьте, пожалуйста, плюсы те из вас, кто считает, что сейчас какой-то всемирный кризис, что никому ничего не надо, что ни у кого нет денег, что у конкурентов лучше и дешевле. Ну, вот такое, вот поставьте, пожалуйста, плюсики, единички, как угодно, восказательные знаки. Замечательно. Так вот, я, естественно, на течение времени... Да-да-да. Так вот, друзья, я, Владимир Маринович, утверждаю, что нет никакого кризиса. Его нет. Нет кризиса. Нет. Нет никакого кризиса. Отставить. А знаете, что есть? Есть ваше желание самим себе или ваших сотрудников вам продать отмазку, почему нет продаж, почему нет клиентов. И знаете что? Я даже сделал такую презентацию... Михаил, давай как-нибудь сделаем мастер-класс Мариновича. Я сделал такую прикольную презентацию, мастер-класс, типология отмазок и способы борьбы с ними. Так знаешь, сколько я насчитал? 70. 70 разных отмазок, которые объясняют, почему нет продаж. Почему нет клиентов? И, друзья, я знаю, о чем я говорю. Заходишь в магазин Улыбка Радуги, открываешь кассу, и у тебя маленькая выручка. Спрашиваешь у сотрудников, почему маленькая выручка? Они говорят, ну, Владимир, ну что вы как маленький? Ну, понятно, почему нет клиентов, почему никто ничего не покупает. Потому что хорошая погода, все уехали за город, все кушают шашлыки, поэтому никого нет в городе, и никто ничего не покупает. Друзья, поставьте, пожалуйста, плюсы, кто из вас слышал вот эту отмазку про хорошую погоду, что все уехали за город, жарят шашлыки, и никто ничего не покупает. Друзья, поставьте, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Ладно, слушайте, я думаю, ну хорошо, в этом есть резон. Через две недели приезжаю опять в магазин, открываю кассу, обнаруживаю там опять мало денежек, спрашиваю, в чем дело, где, где, где отмазка, почему, где денежка. Мне говорят, так, ну как же, Маринович, плохая погода. Я говорю, и, так как же, все сидят дома, поэтому никто ничего не покупает. Ну, что ж, тоже я подумал, в этом на самом деле есть резон. Кстати, друзья, поставьте, пожалуйста, восхитительные знаки, кто слышал отмазку про плохую погоду. И вот мы регулярно у вас, с вами, у наших сотрудников покупаем эти отмазки про плохую погоду, про хорошую погоду. Так я даже на полном серьезе, друзья, заморочился, я, знаете что, я разбирался, а какая должна быть сила ветра, влажность воздуха, температура, солнечное давление, магнитуда земли, чтобы все это совпало и чтобы были продажи. И я понял одну простую вещь, что есть только одна связь между продажами, между продажами и продажами. Если ваши сотрудники продают, то продажи есть, а если они не продают, то продаж нет. Вот так. И если вы хотите еще раз мне что-то такое про кризис сказать, то это безидейно. Мало того, я сейчас читаю про то, что, например, там есть отрасли, которые сейчас загибаются. Ну что ж, а кто вам мешает подумать над тем, как создать продукт либо в этой отрасли, либо в параллельных отраслях, которые бы как раз именно в это время был бы востребованным. И я примеры такие смогу вам показать. Пожалуйста, в блоке вопросов-ответов задайте мне вопрос. Например, в той же самой логистике какие продукты сейчас востребованы и какие продукты сейчас идут вверх. Потому что есть компании, которые растут. И у меня есть конкретные примеры. Так вот, друзья, еще запишите мою любимую фразу. Что ты покупаешь, то тебе и продают. Если вы будете покупать отмазки, объяснения ваших сотрудников про плохую погоду, хорошую погоду, кризис и прочее, ну, соответственно, тогда давайте. А зачем что-то делать? Ну, так понятно, кризис, все. И, соответственно, обертываемся в мокрые простыни и отползаем на бизнес-кладбище. Но для тех, кто хочет бороться и для тех, кто хочет развиваться, я и подготовил вот эти 10 инструментов и очень благодарен компании Bitrix24 за то, что мне дали возможность поделиться своими практическими инструментами, которые я сам вместе со своей командой внедряю каждый день. Например, с Антоном Фатевым в новом проекте «Агрегатор маркетплейсов». И, кстати, друзья, производители, пожалуйста, через одно окно можно зайти через нас сразу в 12 маркетплейсов. Вам не надо теперь делать 12 договоров с 12 разными маркетплейсами. Вам достаточно через нас, через один договор зайти уже в 12 маркетплейсов. А скоро мы еще начинаем продажи в немецком Амазоне. Вот вам пример. И, пожалуйста, у нас продажи просто там каждый месяц развиваются, потому что производители в России умеют производить, но не умеют делать маркетинг и не умеют делать продажи. Вот это так работает, к сожалению. Итак, поехали. 10 инструментов. Тем не менее, как же сделать все? Наши клиенты заснули, они от нас ушли. Как их возбудить? Как их вернуть? Прошу следующий слайд. Вот, друзья, пожалуйста, что нужно сделать? Раз, два, три, четыре, пять. И мы, соответственно, следующий слайд. Сразу поехали. Да, еще, друзья, можете фотографировать и презентацию, которую вы сейчас видите, вы можете получить. Или на, в инстаграме V.Marinovich, пожалуйста, можете задать вопросы, и я вам ее там вышлю. Так что, Bittrex24, пожалуйста, я разрешаю ее выслать. Или вот в инстаграме V.Marinovich, задавайте ваши вопросы. Поехали. Первый вопрос. Как мы удовлетворяем клиента? Давайте поменяем на почему пользователь не может без нас жить? Почему ему без нас никак? И знаете, друзья, это на самом деле очень хороший, крутой вопрос. Потому что, если мы делаем то, что делают все, то чего тогда удивляться, что клиент мигрирует между разными поставщиками этой услуги и ищет там, где ему дешевле. Он имеет право искать, где ему дешевле. И в результате возникает главный инструмент конкуренции в России, какой демпинг. То есть, мы работаем так же или мы работаем больше, но при этом мы стоим дешевле. Друзья, поставьте плюсы те из вас, кто подтверждает, что сейчас с ним борются его конкуренты. Вот этим инструментом, демпингом, мы делаем так же, как делаете вы, но дешевле. Или там, Василий, Федя. В результате все много работают и мало зарабатывают. Поэтому первое, что нужно сделать прямо сегодня, пожалуйста, слышите, друзья, важно сегодня. Берете листик бумаги и на этом листике бумаги выписываете конкретные вещи, почему без вашего продукта, почему без вашей услуги клиент не может жить. Это теперь так работает. Если же вы мне хотите сказать, пожалуйста, что у вас там 147 547 магазин по продаже аксессуаров для смартфонов, друзья, так может быть уже пришло время сделать что-то другое. Может быть уже, ну, уже пора понять, что до вас уже на рынке аксессуаров для смартфонов. Все, все деньги собрали. Может быть, имеет смысл заняться каким-то, например, новым ассортиментом, если вам нравится товарный бизнес. Сейчас задайте вопрос, как? Пожалуйста, я вас очень прошу, я хочу, чтобы ваш любимый сегодня вопрос был, как? Как нам сделать, как нам перейти в другие товарные категории? И я это сам делал. В 2011-2012 году в компании Выгода, я руководил и в Петербурге, и в Москве, и в Сейроссийской. Это был клон Группона. Мы очень быстро, это был самый быстро растущий бизнес в моей жизни. Мы за полгода выросли из 268 тысяч в миллион долларов. Так вот, вместо того, чтобы брать просто комиссию с продаж чужих товаров, я поехал в Гуанчжоу. И поэтому, друзья, пожалуйста, кто вам мешает сейчас найти онлайн-выставку Гуанчжоу? И там, те, кто был в Гуанчжоу, друзья, кто был в Гуанчжоу, подтвердите, что это мега, это космос, это просто триллиард всяких предложений разных товаров. Кто был? Поставьте десятку, друзья, кто был? Кто подтверждает, что Гуанчжоу это мировая выставка, в которой, если вы хотите найти, если вы хотите найти, например, летающий пылесос, который поет Бетховена и делает вам массаж воротниковой зоны, то вы там точно найдете. И там вы найдете ту самую свою любимую маржу. Друзья, коллеги, кто подтверждает, что ты вот это прошел, там одну пятую выставки за неделю, у тебя впереди еще пять раз столько, а за твоей спиной уже новые производители китайские выставляют свои товары. Да, сейчас туда не поехать, но они переехали в онлайн, и вы можете в онлайне найти ту секцию, которая соответствует вашему профилю бизнеса, и найти там интересные, уникальные продукты, интересные, уникальные товары, в которых будет большая маржинальность. Константин, я ведь буду рассказывать не только про битусичные и товарные позиции, поэтому если вы хотите проявить свою агрессию или свое раздражение, то найдите для этого другое место. А вас я, Константин, приглашаю к тому, чтобы вы подумали, как вы в B2B-услугах можете предложить другие услуги, помимо того, что вы сейчас предлагаете. И поэтому прошу мой следующий слайд, специально для Константина Киселева, который, видимо, как-то даже не подозревал, что хороший способ конкуренции состоит именно в том и в развитии маржинальности, чтобы запускать новые продукты. И давайте-ка я Константину у вас спрошу, Константин Киселев, сколько новых продуктов вы запустили в этом месяце? Сколько новых продуктов вы запустили в этом году? Сколько новых продуктов вы планируете запустить в будущем году? Очень хороший вопрос. Потому что, друзья, если мы делаем одни и те же продукты, если мы продаем один и тот же продукт, то, естественно, что наши конкуренты с нами конкурируют любимым способом в России. Помните, да, мы делаем так же, но дешевле. Поэтому запуск новых продуктов, запуск новых услуг, Константин Киселев, это ваша прямая обязанность. И поэтому давайте-ка сделайте домашнее задание, потому что есть два варианта, Константин Киселев. Либо вы хотите пожаловаться на то, что кто-то виноват, или вы хотите найти ответ на что делать. Так вот, первое, что делать, это составить список новых продуктов, которые вы еще не предлагали своим сотрудникам, простите, которые вы не предлагали своим клиентам. Вот молодец, вот Семенова, вот крутая, вот молодец, вот Сергей, вот, вот, вот я про это. Сергей Ставский, молодец, Семенова, молодец. Так, сказали, презентация в аккаунте, что тупим? Мне тоже, пожалуйста, пожалуйста, обычная презентация. Да, а новые продукты мы можем предложить по всем каналам связи, я так понимаю. Дмитрий, но вы уже задаете вопрос тогда о каналах маркетинга, о каналах продвижения и о каналах продаж. Я об этом чуть позже тоже расскажу. Ну, конечно, но старт, это создание новых продуктов. Будут новые продукты, значит, будет развиваться ваша маржа. И понимаю ли я, что в течение года у вас будут и неудачные продукты, которые никого не зацепят? Понимаю, но я точно знаю, что если вы не будете запускать, в зависимости от вашего бизнеса, раз в два месяца или раз в месяц новый продукт, то из этих пяти, трех, десяти запусков в течение года, и тогда вы не найдете тот звездный, который вас вытащит наверх и который окажется сейчас мега востребованным. Для примера, мы могли сколько угодно рассказывать производителям о том, как они должны делать маркетинг или продажи, но вместо этого мы вывели уникальный сервис. Еще раз, агрегатор маркетплейсов можете найти в инстаграме электроопт, когда через нас, через один договор, можно любой товар, косметику, белье, одежду выставить на маркетплейсы. Вы не представляете, насколько мы сейчас продаем мангалов, кремов от целлюлита, белья. Почему? Да потому что через нас удобно, через один договор. И, кстати, это пример того, что сейчас будет происходить с оффлайновой дистрибьюцией. Вот эти огромные дистрибуционные компании с огромными складами, с машинами, с развозками по всем этим всяким X5 и прочим там Dixie, которые выжимают поставщиков на последние капельки их прибыли. Нет, вместо этого мы увидели, какой огромный трафик сейчас существует в Альбересе, в Озоне и других маркетплейсах. И мы сделали, что через нас, через электроопт, через одно окно можно зайти в 12 маркетплейсов. Это пример нового продукта. Не создавать очередной склад, не вбухивать миллиарды денег в водителей и в 100 грузовиков, а создать уникальное представительство, через которое ты сможешь свой товар выставить на электроопт. Вот, пожалуйста, вот вам пример нового продукта. Ссылку на агрегатор. Найдите электроопт Екатерина Хлебникова. Вот конкретика. И да, я бизнес-ангел, я ищу эти проекты. И главное, чтобы это была работающая бизнес-модель. Следующий слайд, прошу. Итак, про новые продукты. Друзья, кому понятно, запускаем каждый месяц новые продукты, новые услуги, новые товары. Ну, соответственно, идем вперед. Не запускаем, соответственно, страдаем и на всех выливаем свою желчь и раздражение. Так, используйте энергетический интеллект. Это как раз имеет прямое отношение к Константину Киселеву. Друзья, запишите, пожалуйста, два любимых вопроса в России. Первый. Кто виноват и что делать? Да, пожалуйста, Константин. У меня же не стоит задача вас смутить. У меня стоит задача дать вам практические инструменты. И если вы не про кто виноват, а про что делать, то это хороший посыл для ваших сотрудников, которые на вас смотрят и делают так, как делаете вы. А если вы скисли, и если вы сами не ищете эти самые новые инструменты, новые продукты, то, соответственно, ваши сотрудники, ну а что тут урыпаться? Ну, если наш руководитель уже сам ходит и такой какой-то завял помидор в огороде. Нет, вы обязаны давать эту энергию своей команде, и вы обязаны давать энергию своим клиентам и показывать, что вы, например, готовы работать 24 на 7. Потому что сейчас уже, друзья, недостаточно делать то же, что делают все. Надо делать по-другому. Например, раздать своим ключевым клиентам свой личный номер телефона, может быть, даже подарить какую-то звонилку с зашитым вашим номером телефона и сказать, звони 24 на 7. Вот тогда это работает. Для примера, у меня, у Владимира Мариновича, при том, что я взрослый дядька, у меня за спиной большие разные проекты, реализованные в разных качествах, генеральный директор, акционер, инвестор. И при этом, чтобы вы понимали, всегда в каждом проекте я сам лично веду минимум 5-10 клиентов. Лично веду. И поэтому, друзья, например, пожалуйста, поставьте сейчас цифры, кто из вас сколько ведет лично клиентов. Друзья, очень хорошая цифра. Поставьте. И если никто, и вы говорите, так а мне зачем, у меня же, ну, менеджеры есть для этого. Ну, тогда и не удивляйтесь, что от вас клиенты уходят. Потому что вот последнее, что нужно вашим менеджерам, это включать голову и думать над тем, как же мне ночами не спать, удовлетворять клиента. Ведь чего, зарплату же мне кто платит? Вот Евгения платит, Екатерина платит. Поэтому, друзья, регулярная работа с клиентами, вот молодцы. Вот кто пишет, что регулярно ведет там 3-5, вот те молодцы. А все остальные не молодцы. И поэтому, кто так не делает, друзья, то, соответственно, вот он практически, инструмент очень хорошо работает. Сами лично заводите на себя 3-5 клиентов и регулярно с ними общаетесь. Причем, друзья, это не про то, что я вас возвращаю к вот этим временам, когда ты сам все делаешь. Просто пришло такое время, когда, если вы не поддерживаете отношения с клиентами, ну, соответственно, не удивляйтесь, что клиенты от вас уходят. Потому что они найдут, находят где-то лучше. Запишите еще мою любимую фразу. Евгения, Анжелика, Ольга, Данила, будьте добры, фразу мою запишите, пожалуйста. Что делают мои деньги в твоем кармане? Друзья, запишите, пожалуйста, фразу. Что делают мои деньги в твоем кармане? Это моя личная фраза, копирает Маринович. Очень хорошая фраза. Кстати, кто, как вы думаете, что это значит? Что значит, что делают мои деньги в твоем кармане? Ага, друзья, как вы думаете, попробуйте, поразмышляйте, что значит фраза, что делают мои деньги в твоем кармане? Она имеет прямое отношение к нашей сегодняшней теме «10 инструментов, как разбудить спящего клиента». Так, следующий слайд, прошу. Так, про это рассказал сам Ольга. Молодец, молодец. Я Дмитрий такой, зачем я у тебя купил? Ольга, молодец. Ольга Грюновова, почему еще не купил? Молодец. Следующий слайд пока что включите, пожалуйста. Абсолютно точно. Потому что то, что ваш клиент у вас не покупает, то, что он заснул, друзья, это не значит, что он не покупает вообще. Это значит, что он просто покупает у кого-то, а ему ваш продукт не нравится. Потому что я вам раскрою тайну, но люди продолжают покупать хлеб, они продолжают стрижки делать, они продолжают шить одежду, они продолжают ремонтировать автомобили. Они это продолжают. Просто, видимо, не у вас. И как раз вот этот инструмент, взять клиента на себя, очень хороший инструмент, чтобы поддерживать связи с полем и понимать, где вас бьют. Давайте. Отличайся или уйди. Основа конкуренции во всем. О чем это? Прочитайте замечательную книгу. Давайте несколько книг, которые, друзья, вам очень советую прочитать. Запишите, пожалуйста. Марк Родионов. Будьте добры. Значит, Марк Родионов. Будьте добры. Запишите, пожалуйста, три книги, которые вам, друзья, всем будут очень полезны. Первое. Майкл Портер. Конкурентная стратегия. Друзья, будьте добры. Майкл Портер. Конкурентная стратегия. Вторая книга. Тони Шей. Запас. Доставляю счастье. Константин Фатеев. Марк. Майкл Портер, конкурентная стратегия, спасибо. Вторая, Тони Шей, запас, доставляю счастье. Имя Тони, фамилия Шей, Тони Шей, запас, доставляю счастье. И третья книга, это книга, которую тоже наверняка вы читали, а может быть нет, будет полезна. Гай Кавасаки, стартап. Гай Кавасаки, стартап. Марк, спасибо вам большое, круто. Гай Кавасаки, это не Киасаяки, это Гай Кавасаки, тот чувак, который был евангелистом Стива Джобса. Гай Кавасаки, стартап. Вот эти три книги вам будут очень полезны. И, кстати, друзья, давайте догадимся, что автор лучшего сегодня вопроса, да, получит от меня книгу в подарок. Стратегия удвоения прибыли. Владимир Маринович и коллектив авторов. Бизнес-статья на тему увеличения прибыли. Так, поэтому вопросы, пожалуйста, задавайте. Вот, да, очень хорошая тоже книга, клиенты на всю жизнь. Так, начайся или уйди, основа конкуренции во всем. Друзья, еще сегодня возьмите листочек бумаги и составьте для себя понимание, в чем вы отличны, в чем вы уникальны, в чем вы лучше всех. Потому что есть три основных способа конкуренции. Быть лучшими, быть первыми и быть иными. Быть лучшими. Запишите, пожалуйста, Владислав О, у меня просьба. Запишите три способа конкуренции. Быть лучшими, быть первыми и быть иными. Что это значит быть лучшими? Это значит взять какую-то услугу и в этой услуге быть номером один. Просто быть лучше всех. Просто быть лучше всех. И знаете что? В этом случае вы всегда найдете клиента, который к вам вернется и заплатит вам, кстати, высокую цену за то, что вы именно в этой услуге лучше всех. Пример хотите? Видите, в Петербурге мне рассказали про девушку, внимание, которая из всех услуг красоты и всех услуг красоты, а стратегия гонка за лидером или номер два. Ну, Анатолий, пожалуйста, я рассказываю о тех трех инструментах, которые сам опробовал. Итак, можно ли быть номером два? Наверное, можно, но неинтересно. Но можно, но неинтересно. Но можно. Так вот, мне рассказали про девушку, которая из всех услуг красоты, друзья, выбрала, внимание, очень узкую нишу. Она стрижет только женщин. Теперь следующее. Только рыжих женщин. И теперь следующее. Только кучерявых рыжих женщин. Друзья, как вы думаете, насколько у нее запись вперед в Петербурге рыжих кучерявых женщин? Коллеги, пожалуйста, женщин, ну, мастер красоты, которая... Да, 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 Дмитрий, это правда, это правда, это правда, точно, на два месяца. Молодцы. Слушайте, откуда вы знаете? Семенова, правильно. Над маме со вперед. А, вы видали? Смотрите, как работает. Наталья Бояршинова. Вот я рассказал, это ж мой мастер. Кстати, вот так вот это работает. Еще пример. Это в Петербурге. Я питерский чувак. Еще в Петербурге есть замечательный парень, Роман. Он на Васильевском острове, если нужно будет кому-то, могу дать телефончик. Так вот, он, смотрите. Он знаете, на чем сосредоточился? Он не делает гигиенические чистки, он не лечит кариесы, он не делает ничего. Вот ничего не делает. Он только специализируется на имплантах. Имплантация, имплантация, имплантация. И он с утра до вечера точит импланты, точит импланты, точит импланты. И у него там, не знаю, там на полгода вперед, вплоть до того, что к нему из Германии и Швеции приезжают, потому что он самый прошаренный эксперт по имплантации. Все новые материалы у него, гипоаллергенные импланты, которые не отторгаются у него, всякие там вот эти вот станки, оборудование и прочее, все у него. Он в прежние времена ездил по выставкам или сейчас участвует во всех этих онлайн-конференциях и ищет, ищет, ищет новое оборудование, новые технологии для того, чтобы поддерживать вот эту стратегию. Я номер один по имплантации, я лучше всех в имплантации. И вот телефон Романа, друзья, ему даже не надо никаких, вы не найдете его в Инстаграме, вы его не найдете, никакие там SEO-оптимизации. Вы его нигде не найдете, потому что его телефон достаточно просто ОБС, друзья. Роман Конин, напишите, пожалуйста, мои любимые три буквы. ОБС. ОБС. Кто знает, что такое ОБС? Друзья, кто знает, что такое ОБС? Анатолий, спасибо большое. Ну вот питерский, вот питерский я. ОБС. Одна бабка сказала. Абсолютно правильно. Молодец, Павел. Спасибо большое. Вот так это работает. Хорошо, следующий слайд. Поэтому найдите, в чем вы лучше всех, и просто в эту точку и долбите. Есть еще много примеров. Так, вариант еще конкуренции. При одинаковом продукте создавайте идеальный процесс. Пример хотите? Мой любимый. У меня полгода назад упал, у меня полгода назад упал мой смартфон. У всех, друзья, у всех у вас однажды упал смартфон. И кому это знакомо? Упал смартфон, конечно же, он упал на уголочек, конечно же, трещины по экрану пошли. И мы, соответственно, да что же делать? А у меня это было в воскресенье после обеда. Я не хочу в понедельник тратить время на ремонт своего смартфона. И я, естественно, взял и в гугле «Ремонт смартфона срочно». И там, пожалуйста, 6 тысяч срочно, пожалуйста, звоните, мы вам отремонтируем. Мы 24 на 7. Друзья, поставьте, пожалуйста, ваши идеи из 10 номеров телефонов, 10 сайтов, которые обещали мне 24 на 7, что они готовы ремонтировать смартфоны своих клиентов, выходные, в будние, из 10 моих звонков, на каком мы не ответили. Друзья, на каком мы не ответили? Я 10 звонков сделал, на каком не ответили? На каком? Правильно, Эмиль, Эмиль, на 7, на 7. В результате этот парень, который просто мне ответил, он не применял ко мне никаких, знаете, там скрипты, там какие-то адские воронки, там холодные, горячие и тому подобное. Ничего он не применял. Он просто сказал «Алло?» И я такой «Так, вы где?» Он говорит «Я на загородном». Я говорю «Будьте на месте, я через 15 минут к вам приеду». А теперь давайте разберем этот кейс. Мой заказ получил даже человек, который не применял на загородном, Константин, на загородном. Получил заказ не человек, который применял там какие-то адские скрипты и технологию ухвата и удержания клиента, а он получил просто потому, что он сказал «Алло». Теперь внимание, смотрите, значит, собственник этого бизнеса на сайт потратил, на лидогенерацию потратил, на аренду этого помещения потратил, на зарплату этому парню потратил, да, все потратил. И все предыдущие 7, соответственно, сайтов тоже деньги были потрачены. Но это все разбилось только об одну прикольную вещь. Когда лид раздается, на том конце, вместо того, чтобы сказать «Здравствуйте, мы вас ждем, приезжайте», там что? Ту-ту-ту-ту. Так вот, друзья, у меня вообще даже есть такая теория о девочке на ресепшене, которая является главным врагом бизнеса. Друзья, я однажды книгу напишу «Девочка на ресепшене-главный враг бизнеса». Потому что эти девочки на ресепшене в стоматологиях, в салонах красоты, везде они просто сливают лиды, сливают продажи. А мы думаем, что у клиентов нет денег. Друзья, кто согласен, поставьте, пожалуйста, плюсы. Кто согласен? Пример хотите? В Калининграде, друзья, в аэропорту была такая точка по продаже цветов. И там, соответственно, сидит барышня, и у нее такие банки, и там букеты с цветами. Сколько человек в калининградском аэропорту платил за аренду этих 10 квадратов? Ну, я думаю, вспомни себе, там 11120. 11120. И девочке он ведь что сказал? Продавай, и 10% от продаж твоей. И она такая кивает головой. А что потом? Да ничего. Потому что стоит ему уйти, она куда втыкается? В смартфон. Что ее интересует? Где ты, мой принц на белом Мерседесе, который меня такую красивую, замечательную, сладкую девочку отвезет в Монако? И ехала, болела ей, Мариновичу, продавать цветы, когда я ездил к своему партнеру по продажам, по производству женского белья. И вот, внимание, в августе этого года я приезжаю в Калининград. И, друзья, внимание, все, там нет девочки. Все, нет этого. Нету девочки. Стоит стеклянный куб, веннинговый автомат. Ты туда 1000 рублей, а он тебе букет. Ты туда 1000 рублей, а он тебе букет. Вот так это работает, друзья. Поэтому у вас есть два варианта. Либо вы выстраиваете идеальные процессы по продаже ваших продуктов. И в том числе контролируете эти процессы. Сейчас об этом расскажу. Либо тогда вместо этой девочки оказывается вот этот самый веннинговый автомат. Друзья, советую всем вам разлазать своим сотрудникам ссылку на... Ребят, запишите, пожалуйста, первый сезон, вторая серия «Черное зеркало». Елена Зарицкая, пожалуйста, напишите, пожалуйста, первый сезон, вторая серия «Черное зеркало». Вот, молодец, Елена. Елена, молодец. Да, правильно. И, пожалуйста, запишите, первый сезон, вторая серия «Черное зеркало». Там просто правительская серия о том, что будет происходить с этими девочками, мальчиками, которые все ждут, что денежка им сама с неба на голову свалится. А вот теперь начинаем самое вкусное. Друзья, есть моя любимая фраза, запишите ее, пожалуйста. Ольга Грядунова, напишите, есть CRM, есть бизнес, нет CRM, нет бизнеса. Друзья, Ольга, запишите, есть CRM, есть бизнес, нет CRM, нет бизнеса. Кто себя узнает вот в этом портрете? Каждый день с утра этого пнуть, этому сказать, этому написать, этому позвонить, этому напомнить, этого похвалить, этого поругать, за этого сделать. И вот так вот, целый день, целый день, целый день, все за всех. Поставьте, пожалуйста, плюсы. Так вот, друзья, чтобы вы понимали до тех пор, пока вы вот этот сто руки и сто ног, Светлана Коробейникова, напишите, пожалуйста, я сто руки и сто ног. Ксения Лямина, напишите, я сто руки и сто ног. Дарья, Верба, у нас сегодня будет такой момент прозрения. Я сто руки и сто ног. Ольга, спасибо большое. Вот до тех пор, пока мы будем вот этими сто руками, сто ногами, не будет нам никакого развития. И будет нам только миллиард отмазок на тему того, что никому ничего не надо, и клиенты ничего не покупают, и вообще ни у кого нет денег. Поэтому для того, чтобы мы с вами занимались развитием бизнеса, нужно шаг первый – прописать процессы. Ксения или владелец, хороший, кстати, Ник, владелец, запишите, пожалуйста, первый шаг – прописать процессы, хотя бы четыре основных процесса – маркетинга, продаж, производство продукта и управление финансами. Хотя бы четыре, там еще много подпроцессов, разных процессов, но вот эти четыре хотя бы их прописать. Прописать и, друзья, внимание, внедрить, потому что то, что люди знают, не значит, что они делают. Коллеги, кто готов со мной поспорить? И что вы думаете, что ваши сотрудники не делают свою работу, просто потому, что они не знают. Ну, потому что, например, знаете, одна из любимых отмазок… Кстати, коллеги, кто знает главная отмазка всех времен и народов? Друзья, кто хочет получить от меня главную отмазку всех времен и народов? Друзья, поставьте плюсы. Кто хочет от меня получить главную отмазку всех времен и народов? поехали записывайте внимание главная отмазка всех времен и народов всех менеджеров в мире главная отмазка друзья а мне не сказали друзья кто слышал эту отмазку а мне не сказали а мне не сказали облите сказать и дадут мозг и так и мне мозг так айкью пожалуйста вы можете в инстаграме найти в . маринович и там я вам мы с вами договоримся я вам дам несколько примеров вот этих самых процессов так вот для того чтобы не стали заложниками вот этой адской отмазки вот 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 шестопал молодец вот это так работает поэтому шаг 1 процессы прописать шаг 2 сотрудникам в голову внедрить и шаг 3 автоматизировать и контроль исполнения друзья запишите пожалуйста автоматизировать контроль исполнения автоматизировать контроль исполнения и поэтому всем вам домашнее задание посмотрите фильм основатель коллеги посмотрите пожалуйста фильм основатель 16 года и там главный смысл этого фильма молодец татьяна соловьева спасибо большое и там самый главный смысл этого фильма друзья злата смотрела а как думаете дмитрий злата в чем смысл этого фильма злата молодец посмотрела А в чем главный смысл этого фильма? Друзья, кто смотрел фильм «Основатель»? В чем главный смысл этого фильма? Друзья, в чем главный... Не сдавайся, господи. Ну, конечно, да. Еще. «Верь в себя, не останавливайся». О, «Любители мотивации». Еще. Тоже так. «Осознанная Алина. Очень жарко». Владислав. «Чувак отжал бизнес у лопухов». Ну что ж, каждый видит свое. Делегирование. Понятно. Юрий, Анна, реклама. Запишите, пожалуйста. Главный смысл фильма «Основатель», друзья, это не дать возможность человеку не выполнить задачу. Друзья, запишите главный смысл этого фильма. Не дать возможность сотруднику не выполнить задачу. Полина, молодец. Систематизировать процесс. А результатом является не дать возможность человеку не выполнить задачу. Так вот, когда вы прописываете процессы, когда вы внедряете в головы вашим сотрудникам, когда вы автоматизируете... Молодец, Ольга. Молодец. Спасибо за помощь. И вот когда вы внедряете CRM-систему, благодаря которой теперь у сотрудника нет возможности не выполнить задачу, вот в этот момент вы и можете, наконец, заняться главным предназначением собственника, главным предназначением руководителя. Можете записать развитие бизнеса, поиск ресурсов и создание эффективной команды. Три главные задачи, над которыми вы должны трудиться. Не вот это, этому сказал, этому пнул, за этого сделал, этому написал, этому напомнил, вот это вот, сто руки, сто ног, а три главные задачи. Развитие, ресурсы, команда. Вот тогда вы имеете время и энергию заниматься развитием, ресурсами и командой. Когда у вас прописаны процессы, внедрены процессы и автоматизирован контроль через CRM-систему. Вот так это, друзья, работает. А вот до тех пор, пока вы этого не сделаете, но тогда все, они вам будут рассказывать про хорошую погоду и про мне не сказали. Значит, друзья, на сайте marinovich.ru, пожалуйста, задавайте ваши практические вопросы, те, которые я сейчас не успею ответить. У меня еще есть много контента, я поэтому погнал вперед, а вы задавайте ваши вопросы. Михаил, скажи, пожалуйста, у меня еще есть время добить, у меня там еще 2-3 слайда, или уже надо отвечать на вопросы? Михаил, напиши, пожалуйста, или зайди в эфир. Так, следующий слайд. Так, про одинаковый продукт и идеальный процессор сказал. Не выстроите идеальных процессов до тех пор, пока не пропишите, не внедрите и пока не автоматизируете контроль. Рассказывайте истории. Рассказывайте истории вашим клиентам. Они это очень любят. Вот вам пример. У меня однажды, когда мои сотрудники не могли поставить одну емкость в Елисеевский магазин, ну не могли, я попросился на прием к генеральному директору Елисеевского магазина. Мне сказали, завтра в 9 вы, соответственно, сможете там, но у вас будет только 3 минуты. Только 3 минуты. Элина, спасибо большое. У вас будет только 3 минуты, Владимир. Я спросил, а что такое, почему только 3 минуты? И мне сказали, у нас генеральный директор бывший военный, и он прям очень строгий, он прям очень контролирует время, прямо очень строгий. Ну ладно, хорошо думаю. Захожу я к нему в 9 утра, стук в дверь, все, открываю, захожу и действительно вижу перед собой генерального директора. Теперь внимание, 2 детали, которые бросились в мои глаза. Первое, друзья, у него заколка была в галстуке, заколка в виде подводной лодки. А еще справа от него на тумбочке была модель подводной лодки. И вот когда я это увидел, то есть мне сказали, что он в прошлом военный, но что он подводник, мне не сказали. И тут я, здравствуйте, Сергей Петрович, говорю. Сергей Петрович, я считаю, что есть только 3 профессии в мире. Анатолий, есть, конечно, такие курсы. Самое главное, не тратьте время и не тратьте деньги. Составьте сами список таких историй, у вас в жизни их наверняка было немало. Рассказывайте истории, будете рассказывать, ну, соответственно, и будете упражняться в мастерстве рассказывания истории. Это хорошо работает. Так вот, слушайте. Сергей Петрович, здрасте. Я Владимир Маринович, представитель компании «Русский стандарт» на северо-западе. И вместо того, чтобы он ведь чего ожидал, что я буду ему говорить, вот, вы не хотите брать нашу продукцию, а у нас какие-то условия, отсрочки, цены, фейсинги, рекламные компании. Ну, в общем, обычная кислятина, которая, как вы сами понимаете, подводнику, ну, там, малоинтересна. Я не стал ему говорить всю эту кислую лабуду, которую он уже сто раз слышал от других менеджеров по продажам. Я вам говорю, Сергей Петрович, есть три профессии в мире, которые требуют призвания. Это правда. Врач, преподаватель, учитель и военный сделал паузу. Особенно подводник. В этот момент я все, я собрал все его внимание на себя. Друзья, мы после этого, короче, полтора часа, не три минуты, мы полтора часа рассказывали про то, что это такое полгода быть в подводном плавании. И в конце он говорит, что ты пришел-то? Мы уже перешли на ты. Вот. А что ты пришел? Я говорю, да вот у меня же, ну, вот тут вот емкость. Он говорит, ладно, скажи моим, чтобы взяли. Вот так это, друзья, работает. Ибо настало время, будьте добры, следующий слайд. Ибо, друзья, настало время, запишите себе следующий инструмент для того, чтобы разбудить, для того, чтобы разбудить спящего клиента. Ищите ЛПРов, ЛВРов и ЛДПРов. Ищите ЛПРов, ЛВРов и ЛДПРов. Друзья, это, ну вот, мысль пульсирует у Мариновича. Вот такая вот у меня есть теперь техника. Ищем ЛПРов, ЛВРов, ЛДПРов. То есть вы думаете, что в компаниях, которые являются вашими клиентами, если у вас B2B, Константин, подкрадываемся к вашему вопросу. Есть какой-то один менеджер, который коррумпированный и не хочет у нас покупать. А на самом деле, друзья, я вам, я утверждаю, что в каждой компании есть не только ЛПР, но есть еще ЛВР. Друзья, кто знает, что такое ЛВР? Коллеги, напишите, пожалуйста, все работаем на Константина Киселева. Константин, все, с вас взнос в благотворительность за то, что сейчас вся будет, вся наша банда будет работать. Правильно, влияющий чел, влияющий. А кто знает, что такое ЛДПР? Коллеги, молодцы, прошаренные. ЛПРа знаете, ЛВРа знаете. А вот кто такой ЛДПР? Друзья, кто такой ЛДПР? Не-не-не-не, Константин, я не поеду к вам. Если вы хотите меня к клиентам, это вы ко мне приедете, это вы меня в Инстаграме найдете, это вы попробуете мне продать вашу услугу. Вот, Константин, поэтому у вас клиентов маловато, потому что вы сидите на Лиговском и ждете. Нет, это не дающий принять, делегирующий. Нет, друзья, внимание, пишем. ЛПР, правильно, лицо, принимающее решение. ЛВР, лицо, влияющее на решение. А ЛДПР, лицо, действительно принимающее решение. Вот так вот, вот такое вот есть изобретение. Можете записать. Лицо, действительно принимающее решение. Потому что вы можете работать с менеджером, который надувает щеки, я тут провожу тендер, я тут сейчас решу. А оказывается, есть еще финансовый директор или какой-нибудь инженер, который влияет на принятие решения. А еще и собственник, который реально, действительно влияет на принятие решения. Так вот, ищите всегда в каждой компании вот этого самого ЛДПРа. Я это умею делать просто, поверьте, вот просто бжик-бжик-бжик-бжик-бжик. Поэтому, если вы хотите разбудить вашего спящего клиента, составьте список из людей, которые являются ЛПРами, ЛДПРами и ЛВРами. И вот когда у вас составится такой список, и это не один какой-то Вася, который перестал у вас покупать. Это вполне себе там появится 2-3-4 человека. И вот когда вы найдете этих людей, когда вы лично с ними будете работать, тогда у вас и проснутся продажи, и вы тогда и получите номер клиентов. Коллеги, кто согласен? Кто принимает эту технологию? Ищем ЛПРов, ЛВРов, ЛДПРов. Коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсы. Молодцы, круто. Что это значит? А это, знаешь, список сегодня. Составляем список ЛПРов, ЛВРов и ЛДПРов. Выходим напрямую и с ними договариваемся о том, что вы можете действительно дать лучшие продукты, лучшие услуги. Пример. Коллеги, пример. У вас же был там вопрос по поводу истории. Вот, пожалуйста, получайте пример. Павел, а у нас даже сайты? Не, ну у вас есть сайты электроопт-ком. Не, точка ком. Но Инстаграм, Инстаграм наше все. Так и наберите электроопт. Итак, друзья, это было после 10-й улыбки радуги, когда я уже подумал, что пора уже делать франчайзинг, потому что мы уже понимаем, как продавать парфюмерию и косметику. И у нас уже формат был отработан. 150-250 кратных метров, парфюмерия, косметика, бытовая химия. Как удерживать продавцов, как вы, Владимир, как удерживать? Расскажу, останется время, расскажу. Либо BITREX24 сделает еще один мастер-класс и нанесу вам непоправимую пользу. Потому что вот эта тема удержания сильных людей – одна из моих любимых тем. А если что, пожалуйста, задавайте ваши вопросы на v.marinovich. Кстати, у меня там регулярно делаю я посты именно про тему практических инструментов для развития и создания сильной команды. Так вот, после «Десятой улы пирадуги», помните, да, 150-250 квадратных метров, парфюмерия, косметика, бытовая химия. Я подумал, что все, идем уже в франчайзинг. Но тогда это был 2005-2006 год. Кто у нас лучший по франчайзингу? Это сейчас каждый первый эксперт по франчайзингу. А тогда, ну, Сэлла, 550 магазинов, одежда. И оказывается, что офис Сэллы был в Петербурге. Аркадий Пикаревский – совладелец Сэллы, он тоже жил в Петербурге. Я звоню в офис, а я же, знаете, такой наглый и обаятельный. Вот, и я звоню просто в офис. Здрасте, я Владимир Маринович, генеральный директор «Улыбки радуги». Это сейчас «Улыбка радуги», тысяча магазинов и 15 миллиардов годового оборота. А тогда какая такая «Улыбка радуги», что это? Никто не знал. Но тем не менее, звоню. Ну, естественно, у меня барышня на ресепшене, помним, да, барышня на ресепшене. Она мне говорит, Владимир, это замечательно, что вы с Аркадем хотите познакомиться, но позвоните нам через полгода, и в будущем году вы там, возможно, с ним встретитесь. Ну, то есть меня в далекое эротическое путешествие послали. Я, естественно, не люблю, когда меня посылают в далекое эротическое путешествие. Начал вокруг себя разговаривать, кто знает Аркадия Пикаревского, кто знает Аркадия. И, естественно, что между мной и Аркадием даже не шесть рукопожатий, а два. Моя сотрудница, ее муж, тогда тренировал Аркадия в теннис. И я тогда Наташе сказал следующую фразу. Наташа, передай, пожалуйста, Олегу, своему мужу. А Олег, пускай на тренировке скажет Аркадию, что есть такой Владимир Маринович, и готов на соревнованиях бегать за мячиками, приносить воду и вытирать пот. Прошу три минуты времени. И я понимал, что у меня будет всего лишь три минуты, если он согласится. Вот она сказала своему мужу, муж сказал, Олег сказал Аркадию. Аркадия это приколола. Привет ЛДПРам. И назад мне вернулось. Все, завтра в 15 жду. Вот, я пришел к нему на три минуты. А в результате это было в 2005 году. Ну вот, мы уже 15 лет, у нас были три года совместные бизнес-проекты. А сейчас уже просто мы друзья. Он живет в Лондоне, приезжает в Петербург. И, кстати, буквально 2-3 дня назад мы с ним тоже видались. И у него уже даже есть сервис в приложении Get. Нажимаешь на кнопку и получаешь летом катер кататься по рекам и каналам Петербурга. Вот так вот работает, друзья. Вот так я нашел этого самого ЛДПРа. И Аркадий мне действительно тогда очень здорово помог в разработке франчайзинговой технологии. Так, а вам можно мячки на сети? Я прилечу их в Питер. Ольга, для начала в инстаграме v.marinovich задайте свою бизнес-задачу. Напишите свой вопрос. Что хотите решить? Я действительно помогаю предпринимателям решать бизнес-задачи. Но только сначала мне напишите, прежде чем покупать билеты. Кстати, завтра, друзья, буду в Сочи. Вот, пожалуйста, тоже, если есть желание, можно там будет повидаться. Так, но всегда же есть такие связи. Как быть тогда? Не всегда, если девушка на ресепшене посылает и ни на кого не переводит. Ольга, так вот вам пример. Я и, естественно, что меня ни на кого не перевели. Вот я нашел через два рукопожатия и вышел на такого человека. Более того, пожалуйста, запишите мою любимую фразу, Ольга. Очень классная фраза. Не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. Ольга, запишите фразу. Не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. И, друзья, его величество нетворкинг никто не отменял. Поэтому заходите к вашим спящим клиентам не просто в лоб. Здравствуйте, я хочу вам сделать предложение. Находите там ЛПРов, ЛВРов и ЛДПРов. И будут вам продажи ваших спящих клиентов. Кто согласен, поставите... А, Михаил, я понял твой намек. Да. Давай, хорошо, последний слайд. Там очень важный образ, ты знаешь. Ну, еще две минуты есть у меня? Две можно. Агрегаторы, монопродукты. Последний, последний. Друзья, я не случайно бизнес-философ. Я глубоко изучаю... Господи, сколько еще всего можно было бы рассказать. Битрикс-24, конечно, строгая компания. Но, друзья, тайминг наше все. Михаил, я должен соблюдать. Там самый крайний слайд с золотой рыбкой. Вот самый последний, самый последний слайд. Вот он, друзья. Вот вам золотая рыбка. Это очень важный философский образ. Какая голова, такая и рыба. У тела карася не бывает головы щуки. У головы щуки не бывает тела карася. Если вам не нравится, что вы вот этот сто руки и сто ног, который все за всех делает, то вы помните, главный инструмент, который вы должны выстроить, это прописать процессы, внедрить в головы сотрудникам и автоматизировать контроль исполнения. Вот тогда вы сможете заняться тремя главными задачами собственника. Развитие, ресурсы, команда. Вот поэтому, друзья, хотите, чтобы ваш бизнес превратился в золотую рыбку, а не в растопыренного ерша, который не знает, куда плыть, потому что денежек нет, клиенты заснули. Вот тогда, соответственно, друзья, займитесь, прежде всего, вот этими тремя очень полезными вещами. Процессы прописать, сотрудникам внедрить и автоматизировать исполнение. И вы помните, есть CRM, есть бизнес, нет CRM, нет бизнеса. Друзья, мой любимый индекс NPS. Поставьте, пожалуйста, по 10-бальной шкале, насколько вам было для меня, со мной точнее, полезно, полезно, практично. И, ну, если кому-то... О, 12, вот это мне нравится. Михаил, спасибо большое за приглашение. Битрикс рулит. И, кстати, друзья, в трех моих проектах установлен Битрикс. И, как вы сами понимаете, это не случайно. Я проводил те самые тендеры, шмендеры, и я знаю, что Битрикс реально крутая программа. Например, потому что там есть Таскер. А ты знаешь, Михаил, я очень люблю вот это вот записулечки. Помнишь, моя любимая фраза? Неважно, тупой карандаш, да? В телефонике. А там есть Таскер. Ладушки, друзья, все. Пишите ваши вопросы в Инстаграме. Вот вам мой номер телефона в WhatsApp. Буду наносить непоправимую практическую пользу. Михаил, всегда буду откликаться на ваше приглашение поделиться практическими инструментами развития бизнеса. Владимир, спасибо огромное. Спасибо. Спасибо вам. Счастливо. Всем привет, друзья. С наступающим Новым годом. Пока. Ну, что, движемся дальше. У меня сегодня есть роль спикера и роль модератора. Вот та роль модератора заставляет меня выключить Владимира из эфира. Так что я прошу прощения, друзья. Он действительно обаятельный, зажигательный. И много... Скажите, пожалуйста, друзья, есть ли звук? Звук. Звук вижу, да. Отлично. Появился обратно. Хорошо. Вторая часть сегодняшнего вебинара. Мы смотрим на спящих клиентов с точки зрения CRM-системы. Смотрим, что такое спящий клиент для CRM-системы и как с ним можно работать, какие есть там инструменты. Тоже с практическими кейсами попробуем на это дело посмотреть сейчас. Осталось у нас полчаса примерно, и за них мы должны управиться. Вопросы по Bitrix24 возникающие или по контенту, который я рассказываю, точно так же можно в чатик. Либо я буду подглядывать за ними одним глазом, либо коллеги, которые сегодня в чатике находятся, будут на них отвечать. Ну, давайте, во-первых, когда мы говорим про спящих клиентов и вообще про любых клиентов, которые у нас есть, нужно сделать самое первое упражнение – знать, кто это такие, понимать, что это за клиенты и как с ними можно связаться. Поэтому, конечно, перед тем, как мы говорим, давайте будить старых клиентов или давайте вернемся к тем, кто нас покупал когда-то, полгода назад, два года назад или еще какое-то количество времени в обратную сторону, мы должны понимать, что он зафиксирован у нас где-то. Это может быть листочек, блокнотик, Excel-файл, но лучше, конечно, CRM-система. У нас был отдельный вебинар, когда мы говорили, в чем принципиальное отличие Excel от CRM, и там, ну, пробуясь действительно, мы сегодня не про это, сегодня про основные принципы. Значит, когда мы говорим, что клиент должен остаться у нас, мы, конечно, говорим, что все каналы коммуникации, которые сейчас есть в компании, должны быть оцифрованы. Я под словом оцифрованы имею в виду, что мы должны их посчитать и завести к себе внутрь CRM-систему. Я тоже, друзья, буду просить вас ставить разные цифры в чатик. Вот скажите, пожалуйста, какое количество каналов, сейчас каналов коммуникации, есть у вашей компании? Сейчас подождите, рисовать цифру, там второе условие будет. Значит, какое количество каналов есть, например, почта, телефон, мессенджеры, что-то еще мы считаем там прям по пальцам, и какое из них вы контролируете? Вот две цифры, например, там 5-4 или 7-7 в таком формате. Какое количество каналов коммуникации сейчас есть в компании, то есть как клиенты могут к вам прийти, могут вас найти там в Инстаграме, через интернет, ногами прийти к вам, и какое количество этих каналов вы контролируете? Прям огонь в чате творится, я смотрю, сколько-то каналов и полностью вы их контролируете. 10-10, 5-5, 3-3. Это потрясающе на самом деле. Есть цифры не с такой, ну, с большой дельтой, там 6-0, например, 3-2, то есть есть не все. Значит, посыл примерно тот же самый, остается, спасибо большое за обратную связь. То есть если у вас есть 7 каналов, нужно, конечно, контролировать все 7. Под словом контролировать я имею в виду, если у вас есть канал коммуникации через Инстаграм, например, вам пишут личные сообщения, то вы должны совершенно точно считать, сколько было таких сообщений, и самое главное, что с ними произошло потом. Эти контакты ваших клиентов, потенциальных с ними сделка может и не случиться прямо сейчас, не со всеми случится, остается у вас в базе. Соответственно, задача CRM подключить разное количество каналов. Вот здесь на слайде, если вы пользуетесь Bittrex24, уже знаете, если нет, то вот на таком слайде, в окошке контакт-центра вы подключаете разные каналы коммуникации к CRM. CRM сама считает, сколько к вам пришло почтовых сообщений, сколько прилетело звонков, сколько из Инстаграма вам написали, сколько через WhatsApp к вам пришли или откуда-то из другого канала еще добрались к вам клиенты. Все это нужно для чего? Для того, чтобы сформулировать базу. Вот она, база клиентов, которая по разным критериям может в дальнейшем сегментироваться. Мы про это чуть-чуть попозже поговорим про сегментацию. Значит, у вас должна оказаться такая база в сохраненном виде. Конечно же, эта база подразумевает, что не все эти клиенты у вас купили. То есть это не база покупок клиентов, совершивших покупку. Это база ваших потенциальных клиентов, людей, которые пришли к вам или компаний, B2B, B2C, разные форматы, компаний, которые пришли к вам или персональных людей, которые пришли к вам, оставили контакты, каким-то образом вы у них попросили или они заполнили какую-то форму, но сделка могла произойти, а могла и не произойти. Значит, это первый момент. Второй момент. В этой базе должны быть контакты какие? Вы заранее планируете, какие контакты вам необходимо собрать с клиентов. Если основной канал вашей коммуникации, например, телефон, у вас есть менеджер, который все время звонит, это вы, ваши сотрудники, кто угодно, то, конечно же, нужно взять номер телефона у человека, независимо от того, откуда он к вам приходит. Пишет в почту, пишет вам в чатик, в мессенджер, в социальные сети. Ваша задача взять у него мобильный телефон для того, чтобы с ним нормально общаться. Или рабочий телефон, если вы по-рабочему будете ему звонить. Это канал коммуникации. Если у вас не только почта, не только, например, звонки, но и e-mail рассылка, то да, конечно, вам критичен еще и e-mail адрес. Но вы понимаете, что чем больше количество контактов, которые вам нужно собрать, тем вы сужаете конверсию, тем меньше людей пройдет через такой фильтр. Тут такую золотую середину нужно для себя найти. И в этот же момент, в самом начале, вы эту базу сегментируете. Вы стараетесь узнать у них ключевые параметры, которые в дальнейшем помогут вам, помогут вам разделить эту аудиторию на разные куски, чтобы потом к ней вернуться, чтобы найти спящих клиентов из конкретной отрасли. Например, я хочу строительство, или я хочу ритейл, или я хочу продавцов цветов, например. Вот, пожалуйста, мы так сегментировали их. Для этого у нас должен быть один признак, чтобы мы в один клик в сером системе так поделили. Второе. Это может быть действительно параметр компании какой-то, например, отрасль или оборот. Это может быть параметр для B2C формата физлица. Это мы самое простое разделили по полу на мальчиков и девочек для того, чтобы к гендерным праздникам им какие-то сообщения отправлять. Не обязательно к гендерным праздникам. Вы можете разделить посыл для мужчин и женщин в любую акцию, пожалуйста. Или придумать акцию специально для женщин, специально для мужчин. Все в таком формате. Если у вас бизнес B2C, и вы работаете, например, с семьями, у которых есть дети, нужно фиксировать возраст детей, например. Это критично, потому что разные акции могут быть направлены на возраст. Там еще, конечно, вам в CRM-системе нужно будет придумать механизм, который возраст каждый год накидывает, потому что дети взрослеют, и вам через два года по-другому нужно их видеть. Либо есть семья, у которых есть домашние животные. И вы отмечаете, кошка, собака. В принципе, домашние животные галочкой да-нет. Если вам нужно разделение на кого вы магазин, который торгует товарами для животных, пожалуйста, вы такое разделение делаете. Значит, вот весь этот слайд посвящен тому, что нужно заранее подумать, какие критерии в вашей базе должны быть у контактов или у конкретной компании. Вы это заранее знаете и формируете. Отлично. По ходу движения сделки, это тоже скриншот из Bittrex24, у вас есть возможность, ну вот не все же данные можно собрать прямо в самом начале по ходу разговора. Хотя разговор можно строить совершенно с таким стритом. Там, здравствуйте, как вас зовут? Отлично, как могу к вам обращаться? Да, вы позвонили там, есть ли у вас кошка, собака? Зачем звонили? Мы это быстро все записали, зафиксировали, там несколько мегалочек. Но не все эти свойства можно при первом разговоре уточнить. Внутри CRM Bittrex24 есть такая возможность на определенной стадии, например, если мы говорим про B2B формат, мы можем сделать коммерческое предложение только тем компаниям, у которых знаем оборот. Вот такое у нас условие. И поэтому мы ставим такое ограничение на CRM-систему, менеджер не может перейти на следующую стадию, пока не заполнил поле оборота или какое-то другое поле, которое вам критично. Называется это зависимость полей. Тоже рекомендую использовать, очень полезная штука. Сама CRM-система следит за тем, чтобы поле заполнялись. В карточке CRM все эти свойства отражаются. Когда нам звонит человек, например, по номеру телефона, мы его узнаем, у нас поднимается карточка, мы уже узнали, что такой человек у нас есть в базе. И вот, пожалуйста, в эту карточку мы можем подсмотреть и сразу понять, кто такой нам звонит. Не только по имени и поприветствовать там, здравствуйте, Михаил, но и понять, что у этого Михаила есть бизнес или есть собака или еще что-то, что критично прямо сейчас для разговора. Все это внутри карточки записано. Справа есть такой таймлайн, мы его называем, где зафиксирована вся история коммуникации. Он пять раз писал, два раза звонил, один раз пришел ногами. Если мы все это записали, пожалуйста, вот таймлайн такой. Это наш постоянный клиент, он регулярно у нас совершает покупки. Или это первый контакт с этим клиентом, либо я сначала написал вам через сайт, а потом пришел в чат или в офлайн-магазин или еще каким-то способом. То есть это все совершенно спокойно видно из карточки. Внутри контакт-центра много инструментов. Там есть современные инструменты, которые можно подключить. Это соцсети, мессенджеры различные. Есть классические инструменты, почта, мобильный телефон и обычный телефон, которые точно так же можно подключить и считать все каналы. Так. Константин всегда путаница в компании или в сделке или в комментариях. Где отражать, да? Смотрите, если базово отвечать на этот вопрос, то вам нужен признак, смотря какой признак. Например, мы говорим про отрасль. Если это отрасль, то, конечно, это нужно отражать в компании. Мы же выбираем компании по какому-то принципу. То есть мы смотрим, как мы будем фильтровать. Если нам нужно отфильтровать человека, то мы это заносим в карточку человека. Если нам нужно будет выбрать сделки потом, то мы выбираем сделки. Если нам нужно будет отфильтровать компании, то этот признак заносится в компании. То есть мы смотрим на шаг вперед, куда положить вот такую информацию, этот признак, как мы определяем это, кого нам нужно будет потом выбрать, как мы будем его искать. И вот, отвечая на следующий вопрос, как мы будем его искать, вот в ту сущность, в нашей терминологии сущность, да, контакт, в компанию, в сделку, нужно и положить такой признак. Так, теперь давайте разделим спящих клиентов на две такие большие категории. Сон такой дневной, клиент немножко лег передохнуть, поспать, мы чуть-чуть потеряли с ним связь, и сон литургический. Значит, он когда-то с нами общался, а теперь прошло много лет, вот как со спящей красавицей, да, нам нужно что-то придумать, придумать такой формат поцелуя, который бы его разбудит, ну, и понимая клиента, где он, кто он, как к нему добраться, где та самая пещера. Значит, самого простого давайте про сон дневной, когда у нас есть такой термин, как забытые сделки. Что такое забытые сделки? Мы начинали общаться с нашим клиентом, но почему-то связь прервалась, сейчас он не выходит на связь, или мы не выходим на связь. Чаще всего второй вариант. Ну, почему второй вариант чаще всего? Потому что инициатива в коммуникациях лежит на стороне нас, как бизнесов, как продавцов. Формат ждать, когда к нам придет клиент и купит у нас что-нибудь, формат проигрышный, потому что у клиента есть достаточно много альтернатив в подавляющем большинстве случаев. Если вы не супер уникальный бизнес, в таком формате, да, вы можете позволить себе многое. Если у вас есть конкуренты, тогда, конечно, мы говорим, что мы должны быть инициаторами. То есть инициатива на нашей стороне. Поэтому забытая сделка или забытый клиент – это наша вина. Совершенно четко мы говорим, да, менеджер, который не вернулся через определенное количество времени, это он виноват в том, что клиент не купил, не потому что клиент что-то неправильно сделал. Вот еще один скриншот, когда мы показываем, что в разных стадиях сделки вы видите такие счетчики, маленькие, красненькие на скриншоте. Сейчас я поясню, что это такое. Конечно же, сделки движутся по стадиям. Особенности в B2B формате, когда у нас цикл принятия решений может быть длинный, недели, месяц, полгода, иногда несколько лет. Такое тоже бывает в очень крупных продажах. Мы видим, как сделки распределяются на разных стадиях. И по каждой из этих сделок должно быть запланировано следующее действие в определенный срок. Я обещал выслать коммерческое предложение через день или на следующий день. Я обещал перезвонить через неделю. Я должен вернуться к клиенту, спросить, как у него дела. Я должен что-то сделать через определенный промежуток времени. И вот это дело я планирую в каждой сделке. Если такое не происходит, если я не запланировал следующий шаг по сделке, сделка будет забыта. То есть я не вернусь к ней, потому что дел много, текучка большая, я просто туда не посмотрю. Мы помечаем сделки, в которых нет либо следующего шага, либо следующий шаг уже прошел, просрочен. Я пообещал отправить коммерческое, но прошел тот срок, в который я должен был это сделать. Мы ставим в них счетчик. Красный счетчик, который показывает, какое количество сделок находится в стадии что-то не так. К ним нужно срочно пойти посмотреть, сделать следующий шаг или назначить следующий шаг. Это простой формат, как система регулирует. Она следит, показывает, регулирует. У нас в системе даже есть отчет, если вы зайдете в аналитику. Здесь есть много разных цифр, что происходит у менеджера или по проекту, или по конкретному направлению. Вот внизу есть длинный прямоугольник. Боюсь сказать, какого цвета. Самый нижний, там цифра 12 нарисована. Это количество забытых сделок. Вы такое можете регулировать у себя, внутри, на закладке старт, пожалуйста. И регулярно заходить либо к себе, либо к своим менеджерам посмотреть, какое количество забытых сделок существует в воронке. Это совершенно точное, быстрое понимание, сколько клиентов вы забыли, скольким клиентам вам сейчас нужно прям бежать прийти. Так, еще один маленький интерактив, друзья. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то у вас типовые готовые триггеры для того, чтобы вернуться к клиенту? Можно прямо написать в чате, что это такое. Я тоже буду подбрасывать разных идей, почему можно вернуться к клиенту. Например, мы придумали, что клиент у нас год не совершал никакой покупки. И вот этот тот самый триггер, то есть та точка, то действие, то событие, которое заставляет нас прийти к нему. Через год мы приходим и говорим «Здравствуйте, Михаил, вы что-то год у нас не были. Это безобразие, давайте мы все это исправим». Переходим, не знаю, почтой, голосом, ногами, наверное, вряд ли, но новый продукт, ассортимент, да, здравствуйте, у нас появился новый продукт. Сколько-то времени не покупали, вот в моем примере год, может быть месяц, может быть полгода, любой срок, который у вас есть. Просадка-продаж. Просадка-продаж – это такой внутренний наш триггер, да, у нас все плохо с продажами, давайте мы к вам придем. Да, но сейчас лучше посмотреть на то, на какую-то регулярность. Не то, что у нас случилась беда, мы добрались, а у нас что-то, событие с клиентом. Случилось день рождения ЛПРа, разные праздники. Под праздники у нас могут быть акции, да, акции, один из классических примеров, у нас случилась акция или обновился ассортимент, мы пришли к нашим клиентам. День рождения – это про лояльность, да, мы пришли, поздравили, если у нас есть такие данные, которые мы заранее должны собирать, чтобы они у нас были. С Новым годом поздравить, актуальная история, да. Здесь, значит, сразу же вкину, что поздравления с типовыми праздниками делайте, пожалуйста, аккуратно, потому что вы понимаете, что делают их все, и вы сами помните, под Новый год или в день рождения у вас телефон мобильный разрывается от программ лояльности разных брендов, которые говорят примерно одно и то же. Хорошо, друзья, большое спасибо за идеи, на самом деле вы их можете подсматривать и к себе немножко переносить. Тут самое важное, что эти идеи нужно автоматизировать, то есть они в голове у нас есть чаще всего, но очень часто мы их не используем. Вот еще один хороший комментарий подходит к концу срок эксплуатации прошлого продукта. Да, праздники отрасли, сообщить про новинки. Все это правда, то есть это все абсолютно правильные посылы. Важно для себя определить, какие вы будете использовать и формализовать. Я вам закину еще одну идею, когда вы сделку отправляете клиента, и сделка заканчивается неуспешно, то есть продажи нет, клиент у вас не покупает. В обычном варианте, когда люди не пользуются CRM, ну вы про него забыли и все. То есть это клиент, который почему-то не купил. Здесь мы говорим, что когда вы сделку закрываете с отрицательным результатом, с плохим, нужно обязательно уточнить, почему сделка не состоялась. Там могут быть совершенно нормальные причины. Вы продавали там проект и проект заморожен, он там через полгода возникнет, окей, там сделка, допустим, проиграна, и мы не понимаем, возникнет в дальнейшем или нет. Сделка проиграна, потому что проект заморожен, его не будет. Проект отложили. Сделка проиграна, потому что выбрали конкурента. То есть люди будут пользоваться чужим продуктом и чужой условией, и это для нас тоже может быть интересно, потому что мы что можем сделать? Отфильтровать этих клиентов и вернуться через месяц-два или сколько нужно для использования и понимания, что там с другим партнером, продуктом или чем-то еще есть, и вернуться и сказать, как дела? Здравствуйте, в прошлый раз мы общались, не договорились, вместе не работаем. Мы звоним, узнать, как дела. Можно продать соседний продукт, предложить. Можно спросить, как дела с текущим проектом. То есть тоже сценарии есть. И вот когда вы эти сценарии описываете, во-первых, вы получаете дополнительные сегменты для своей базы. Мы можем прийти ко всем, у кого сделка не состоялась по какой-то конкретной причине. Сделать им предложение, узнать, как дела, уточнить, что происходит. Может быть, мы тут нужны уже. И второй момент. Это очень удобная история для того, чтобы мониторить эффективность работы своих менеджеров. Проще всего понять, как менеджер работает с возражениями или вообще, как менеджер по сделке шел, когда вы фильтруете сделки по отрицательному результату. И, например, у вас там есть причина, почему не купил. Например, цена. Не устроила цена. Вы заходите в эту сделку проигранную и слышите разговор. И сразу же понимаете, умеет ваш коллега работать с возражениями по цене или не умеет. Вот это очень просто для руководителя отдела продаж. Заглянул, послушал и вернулся обратно к коллегам. Сказал, друзья, давайте-ка мы заново посмотрим, как работать вот с таким возражением. Вот вам скрипт или давайте потренируемся, как у вас в компании принято. Маленький лайфхак. Так, смотрите, есть активные клиенты, но забытые. Мы сейчас поговорили про тех, кто прямо в воронке находится. Значит, есть активные, но забытые. Что такое активные, но забытые? Мы с ними начали, например, работу. Я вам сейчас на слайде показываю страшную цифру. Это большое исследование, оно мировое, не только российское, опрашивали компании, почему вы разрываете отношения с текущим поставщиком-подрядчиком, почему вы уходите к другому поставщику. 64% компаний сказали, что они уходят из-за того, что у них нет достаточного количества коммуникаций и внимания. Там была цифра, на которую все обычно пеняют, то есть цифра, что цены не устроили. Это цифра в районе 12-15%. Сейчас память не подводит, но порядок именно такой. 12-15% те компании, которые сказали, ой, что-то с ценными не то, мы ушли, нашли подешевле. Основная масса компаний, 64%, говорят, что нет, это потому что не хватает коммуникации, не хватает заботы, люди не приходили к нам говорить, как у нас дела, спрашивать, как у нас дела, или говорить, как идет проект. Я для таких кейсов специально покажу вот здесь, внутри VITREX24, есть отдельный блок, который называется управление проектами и задачами. Когда у вас с клиентом начинается длинный проект, вы его продали, все вроде бы отлично, продажи на этом закончились, но клиента нужно вести, нужно что-то сделать с ним для того, чтобы он постоянно был в курсе и довольный дошел до финала. Внутри VITREX24 есть проекты, есть задачи, в которых могут участвовать не только ваши сотрудники, но и сотрудники подрядчика, клиента или кто-то внешний. Вы можете добавить их в проект и сказать, смотрите, вот там 8 задач, которые вы сейчас мониторите, выглядят они вот таким образом, прямо на комбане. Вот по вашему проекту есть 8, 2, там 15 задач, которые мы двигаем постепенно. Вот ход задач, он там отражается. Если вы хотите задать вопрос, задавайте. Если вы хотите поставить новую задачу, вы ее ставите, мы там дальше ее распределяем каким-то образом. Можно прямо внутрь добавить клиента для того, чтобы он видел всю эту картинку. Можно поставить такие опорные точки, когда вы приходите к клиенту, там автоматически возникает задача на определенной стадии, прийти к клиенту и дать ему такой фидбэк. Смотрите, вот что с вашим проектом прямо сейчас. Это забота в течении в рамках текущего проекта. Это, если у вас длинные проекты, супер важная история, пожалуйста, смотрите на нее. Задача легко ставить без особенного обучения клиента. То есть вам не придется тренировать клиента, чтобы он с интерфейсом освоился. Там базовый ролик, который есть на нашем сайте, посмотреть и все нормально, можно работать уже. Для этого у клиента не должно быть битрикса. Нет, вы выдаёте ему доступ в свой портал. Не нужно ему... То есть здорово, если вы поставите ему битрикс, значит, установите. Но нет, у вас должен быть битрикс 24, вы приглашаете его к себе на портал и в таком формате работаете. Владимир в конце своего выступления просил вас поставить оценки и говорил НПС. Волшебное слово, значит, НПС, Net Promoter Score. Вообще, в самом простом формате это вопрос, готовы ли вы рекомендовать работу с нашей компанией следующим своим знакомым, друзьям, клиентам. И по десятибальной шкале вы оцениваете, насколько вы готовы это сделать. В большинстве каналов коммуникации можно автоматически запросить такую обратную связь. Насколько менеджеру с той стороны, руководителю, лицу, принимающему решения или коммуницирующему с вашей компанией, насколько ему было комфортно и удобно. Это можно запросить автоматом в чатиках, в телефоне, это можно отправить письмом. Вот по результату проекта вы пишете, например, письмо. Автоматическое действие, так вы говорите. Скажите, пожалуйста, как вам было вместе с нами? Поставьте такую оценку. Я думаю, что вы сталкивались, много кейсов видели на себе, когда большие бренды присылают такие запросы к вам. Скажите, насколько вам было комфортно и удобно. И там разные ветки действий. Значит, в простом формате, в массовом можно это автоматизировать. В формате, когда нужно голосом поговорить, можно ставить отдельную задачу. Вот завершился проект, там вы по стадиям его повели, он завершился и автоматически ставится задача на нужного человека. Рекомендую называть его отдельно, например, человек, который называет себя отделом контроля качества. И он звонит, говорит, здравствуйте, я Михаил из отдела контроля качества такой команды. Почему отдельно нужно немножко отстраиваться, чтобы другой отдел? Потому что если вы тот же самый человек, который работал с вами, и вы узнаете, как вам со мной было работать. Человеку неловко сказать, что вы не очень и там сроки затянули, и вообще с вами не очень здорово общаться. А вот соседнему человеку можно сказать больше. Поэтому вообще круто, если звонит генеральный директор, говорит, здравствуйте, проект закончился, расскажите, как у вас с моей командой было. И вот тут можно ждать расширенного фидбэка. Но даже если вы из соседнего отдела, то фидбэк хороший. Теперь к еще одному большому блоку. Вот как раз тех клиентов, которые в литургическом сне находятся. Давно мы с ними не общались, что-то нужно с ними сделать. И мы доготовились для этого, мы сегментировали базу, каким-то образом накапливали ее. Что теперь мы можем с этой базой сделать? Есть волшебные три буквы LTV, lifetime value, в которые мы все время целимся. Lifetime value это пожизненная ценность клиента. Сколько денег клиент принес нам не в первую покупку, не в разовую покупку, а на протяжении всего взаимодействия с нами. Он с нами три года совершал 8 покупок. И вот 8 покупок по 100 рублей, пожалуйста, 800 рублей мы от него получили. Вот его ценность 800 рублей. Если у нас другие цифры, мы умножаем друг на друга другие цифры. Вот, соответственно, почему мы это целимся? Ну, потому что нам хочется, чтобы клиент совершал у нас действительно не одну покупку, а несколько. Так логично мы этого клиента хотим привлечь к себе. У нас, наверное, не один товар, есть какие-то кросс-товары. Мы хотим их продать в том числе. Ну, и мы за этого клиента уже заплатили. Потому что мы со своей базой работаем постоянно. Ну, по идее, мы предполагаем тогда, в идеальной картине, мы со своей базой работаем постоянно. Эту базу этих клиентов мы уже привлекли, заплатили за рекламу маркетинг. Это намного дешевле. Но почему-то, когда возникает мысль, что, смотрите, у нас что-то не то с продажами, мы проседаем. Давайте мы еще рекламу купим. Давайте мы рекламу дадим еще больше. И тогда соберем еще больше лидов новых. Кажется, что первое и наименее затратное действие – это посмотреть на существующую свою базу. Она должна быть причесана, сегментирована, законспектирована, сохранена в серой системе. Ну, пожалуйста. Значит, теперь к сегментам. Мы для чего узнавали все эти параметры и критерии в самом начале? Для того, чтобы потом совершенно легко выделить. Я хочу всех своих клиентов, которые живут в Санкт-Петербурге и у которых есть кошка. И хочу сделать для них рассылку. И, пожалуйста, я в несколько кликов сделаю такую выборку. Совершенно спокойно. И мне серая система покажет, что ты придумал 8 условий, и по этим 8 условиям у тебя только 2 совпадения. Вот хочешь поработать с этими двумя клиентами – пожалуйста, поработай, но, наверное, тебе нужна большая выборка. От какого-то из условий откажись. Вот на этапе формирования сегмента вы сразу все это видите. Как нам нужно готовиться? Ну, мы уже поговорили, да? Мы создаем критерии, которые нужны. Мы создаем канал, основной канал коммуникации. Мы взяли такой либо телефон, либо почту, как нам прийти к этому человеку, к этой компании. Ну, и мы заранее запланировали, в каких случаях мы придем. Мы с вами генерили в чатике, что может быть триггером, вот в каком случае нужно приходить. Прошел год, мы продали принтер, вам нужен картридж для этого принтера. Мы продали какое-то оборудование, и вот через год нужно ставить человека на сервисное обслуживание такого оборудования. Пожалуйста, мы обязательно должны прийти сюда. Вообще, все цикличные модели я люблю показывать на примере страховых компаний. Если у вас есть какой-то страховой продукт, там, страховка на машину, например, то вы знаете, что как только она подходит к концу этот год, вам звонят из огромного количества компаний, все готовы вам предложить. Никто не забывает про вас вдруг, потому что для них это ключевой процесс, отраслевой ключевой процесс, он у них автоматизирован. Также посмотрите на себя, какой у вас ключевой процесс. Если у вас есть ежегодные, ежемесячные, ежекакие-то продажи, автоматизируйте этот процесс обязательно. Вы не должны забывать, система сама должна напоминать и строить такие цепочки автоматически, не забывать про клиентов. Как только мы выбрали такой сегмент, мы можем прийти через разные каналы к этой выборке. Мы можем отправить им письмо, можем отправить им СМС, можем отправить им голосовое сообщение, так тоже иногда уместно, если вы о чем-то информируете. Тут будьте аккуратны, пожалуйста, на себя примеряйте, насколько голосовое сообщение, здравствуйте, меня зовут робот Михаил, я бы хотел рассказать вам о чем-то, уместно в коммуникации с вашими клиентами. Чем больше аудитория, тем проще, тем более уместен такой формат, чем уже аудитория, чем дороже продукт или услуга, тем, конечно, не рекомендуется, наверное, злоупотреблять голосовым обзвоном. Можно поставить такую выборку в план менеджером, и вот об этом как раз будет следующий слайд. И еще один канал, который можно задействовать, и который я рекомендую задействовать, это реклама. Если вы занимаетесь e-mail рассылками, знайте, что открываемость у вас не очень высокая, не очень высокая, это не больше 30%, скорее всего. Вы рассылаете письма по базе, и не все люди их читают, далеко не все. Поэтому сейчас, если у вас есть акция, новый ассортимент, новый продукт, вы можете сделать выборку и нацелиться на эту выборку через инструменты рекламы в соцсетях, например. Пожалуйста, вы сделали выборку и сказали, пожалуйста, добавь вот этих людей, эти контакты в мою рекламную аудиторию на, не знаю, Фейсбуке, Инстаграме, ВКонтакте или где-то еще. И, пожалуйста, их добавят, и вы покажете им рекламное сообщение. Новая коллекция или время продлять вашу страховку, или еще какой-то посыл, который можно туда заложить. Что происходит с B2B, с высокой стоимостью услуг, например, когда мы хотим выбрать аудиторию и прийти к ней голосом? Мы выбираем такую аудиторию, и, пожалуйста, сразу же отдаем эту аудиторию своим менеджерам. Мы ставим им в план обзвона прозвонить всех, кто, ну, по тому же самому признаку. Все, кто находится в Москве или все, кто находится в Йошкороле, и у них есть бизнес строительной тематики. Пожалуйста, сейчас вот под, например, новогоднюю акцию или под какое-то другое событие мы поставили в план и сделали звонок. А вообще можно регулярно делать такие обзвоны. Раз в полгода мы эту базу, которая по определенному правилу собрана и по определенному сегменту отфильтрована, прозваниваем. Узнаем, как дела, не нужно ли что-нибудь. Да, конечно, лучше информационный повод подложить под это. Вот он, новый продукт или у нас новый кейс. Смотрите, мы сделали новый кейс для строительной отрасли, хотим рассказать. Так. И маленький такой резюмирующий слайд. Мы называем это CRM-маркетингом. Вообще, где можно найти такую сегментацию в Bittrex24? В разделе CRM-маркетинг. Там можно посмотреть на свою базу, отфильтровать ее по вот этим критериям, которым я сейчас показывал, как это сделать. Делается достаточно просто в нескольких кликов. И самые популярные кейсы, которые рабочие там есть, первый для повышения конверсии в продажах, это в основном для B2B сегмента, когда у вас длинный цикл сделки, человек попадает к вам на начальных стадиях сделки, и вы начинаете дополнительно прогревать его, например, через соцсети. Показываете ему рекламу, и он столкнулся с вашим брендом один раз, второй раз, третий раз, видит несколько точек касания, это увеличивает вероятность сделки. Второй для повышения повторных продаж. Здесь все бизнесы и B2B, и B2C, пожалуйста, если у вас кросс-продукты есть, мы можем рассказать об этом почтой, звонком телефонным, рекламным сообщением. Если у вас есть регулярные продукты, то, конечно же, да, повторные продажи совершаются таким образом. Это вот все лежит здесь. Выбирайте аудиторию по давности покупки, например, и отсчитывайте нужный срок, автоматически приходите к ним. И для увеличения лояльности клиентов. Это вот лояльность, когда мы приходим к праздникам, напоминаем про какие-то события, делаем небольшие подарки для руководителей, для ЛПРов. Тоже нормальный серый маркетинг может здесь совершенно спокойно существовать. Немножко про кросс-продажи скажу отдельно. Значит, есть, я надеюсь, что есть в бизнесах, не единственный продукт, монопродукт. Владимир приводил пример совершенно моноузкого продукта, когда есть парикмахер, который стрижет только рыжих, кудрявых женщин. Пожалуйста, есть такая сегментация. Если вы работаете со своими аудиториями, то рано или поздно вам хочется расширить немножко спектр услуг. Да, если у вас не запись на два месяца вперед, на три месяца, вы так попали в нишу, и вам все круто. Значит, в бизнесе хочется сделать больше продаж, большее количество продаж. Соответственно, это можно сделать либо частотой, мы чаще продаем. Иногда чаще не получается. Страковку чаще, чем раз в год, покупать не очень здорово. Тогда мы говорим, окей, это страховка не только на автомобиль, но и страховка жизни еще. Мы дополнительные продукты вводим. И про тест продукта в первой части мы тоже говорили. Отлично для этого инструмент в тоннеле продаж проходит внутри сервисной системы, внутри B324. Вы говорите, как только заканчивается первый цикл, мы продали, например, ту же самую страховку, мы запускаем второй цикл, вторую воронку по продаже другого продукта, страхованию жизни, или сервисного обслуживания, или чего-то еще. Пожалуйста, это разные воронки, потому что у них могут быть разные стадии, и вы точно не забудете прийти к этому клиенту через определенное количество времени. Либо сразу же, вот смотри, соседний продукт, либо через полгода, год, когда это необходимо сделать. Воронки, тут написано, тоннели, роботы и повторные продажи. Все это из этой серии. Роботы – это автоматические действия, я тоже про них скажу. Чуть-чуть попозже будет у меня слайд через один, кажется. Вот как раз мы про роботов подходим. Одна из задач, почему мы со спящими клиентами в длинной перспективе или в короткой перспективе, когда мы не должны их отпустить, не должны дать им заснуть, должны работать автоматически, потому что человеческий фактор – жестокая история. С одной стороны, все наши сотрудники, мы подразумеваем, что классные и хорошие истории выполняют свою работу. С другой стороны, мы тоже понимаем, что у них огромное количество задач, и про что-то они могут просто забыть. Если мы доверяемся менеджеру, у которого в блокнотике написано, когда нужно страховку продлить, я сегодня про страховки, но вы перекладываете на свой бизнес, тогда мы понимаем, что если этот менеджер забудет, ну, упс, мы потеряли клиента на следующий год. Мы должны автоматизировать эти процессы. Вот часть автоматизации лежит в сегментировании и автоматическом приходе, а часть автоматизации лежит в таких существах, на самом деле, кусках программного кода, которые могут контролировать, что происходит в воронке. Я несколько кейсов дам, как мы называем их роботы-триггеры, ну, такие автоматические действия. Что они могут делать? Они могут контролировать нахождение вашего клиента в воронке. Например, вам нужно сделать коммерческое предложение по вашим регламентам не позднее, чем через день. И робот может посмотреть, вот из стадии коммерческого предложения в следующую стадию вышла или не вышла эта сделка. Если не вышла, то он может сообщить менеджеру, руководителю, ну, или сделать какое-то действие. То есть он автоматически контролит такую ситуацию на разных стадиях. Либо на скорости обработки входящего лида, либо на скорости отправки коммерческого, либо еще на каком-то отрезке. Первый момент. Второй момент. Роботы-триггеры могут взять на себя функцию коммуникации. Вот регулярные сообщения, мы называем их сервисные сообщения. Ваш товар доставлен, вам назначена запись и много-много всего, что просто нужно прислать в чатик, прислать в смс-сообщение, и не нужно здесь звонить. Вот все эти действия на себя могут совершенно спокойно забрать роботы. Не нужно нагружать этим менеджеров. Роботы могут очень круто сделать автоматизацию и облегчить жизнь самим менеджерам. Они могут заниматься документами, автоматически создавая счета, договоры, разные-разные формы документов, и не просить менеджеров переносить реквизиты из карточки в конкретный договор, без ошибок это делать, и вот отстраниться от человеческого фактора, делать автомат. И второй блок, про который тоже два слова скажу, это триггеры. Триггеры ждут реакции клиента. Один из примеров триггеров, когда вы сделали рассылку, в рассылке есть, email-рассылку, в рассылке есть клик, переход на сайт. Те, кто совершил такой клик, переходят у вас в следующую стадию воронки, менеджер начинает с ними работать. Вот, пожалуйста, триггер дождался реакции клиента и сделал тоже какое-то действие. Про генерацию документов сказал, и, наверное, в завершении, CRM-система тоже так умеет, и нужно про это обязательно сказать, обучайте, пожалуйста, своих сотрудников. То есть если вы не передадите им те знания, которые прямо сейчас у вас в голове есть, то эти знания останутся у вас. Их нужно сделать регламентами и стандартными. Как это лучше всего сделать в Bittrex24, есть два инструмента, один лежит прямо на поверхности, называется база знаний. Отдельным пунктом вы формируете базу знаний, как работать с вашими клиентами, как представлять, презентовать ваш товар или вашу услугу, как отрабатывать возражения. Вот они, типовые моменты есть. Вытащили звонки, которые с вашей точки зрения хорошие, поучиться, если менеджер звонит, послушай, пожалуйста, вот эти три звонка, они хорошие, правильно, вот этот и этот момент сформулирован. А вот звонки, которые не очень классные, не нужно делать вот так, вот так и вот так. Это хорошая база знаний, которая поможет быстро запустить менеджера внутрь продажи и работу с клиентами. И второй момент, есть такие чаты поддержки, когда опытные сотрудники в едином чате отвечают на вопросы новичков. Он, во-первых, создает общую атмосферу поддержки внутри компании, ты понимаешь, что ты не брошен на амбразуры, иди продавай. И со второй стороны, он действительно быстрее вводит новичков, выводит новичков на уровень чуть повыше своего базового, с которым они пришли. Так, очень быстро я постарался дать такие практически тоже полезные инструменты CRM-системы. Вообще, Bittrex 24 – это не классическая CRM-система, которая занимается только продажами, это комплексный продукт, который помогает всему бизнесу работать. Здесь есть блок, который помогает организовать внутренние процессы, мы называем его офисом, там есть коммуникация, живая лента, общие бизнес-процессы, которые запускаются по одному клику, легко отслеживаются. Есть блок задачи проекта, мы чуть-чуть коснулись его, но это блок, который помогает структурировать всю работу. Очень классный инструмент, один из самых постребованных. Есть блок CRM, по которому мы проговорили, конечно, не обо всем, но некоторые вещи проговорили прямо вслух. Есть блок контакт-центра, про него сказали. Есть блок сайтов и магазинов, это, собственно, сайты и магазины, которые можно делать на продукте. Друзья, спасибо огромное. Видел сегодня вопросы в чатике, я надеюсь, что на большую часть коллеги ответили. Я сейчас посмотрю одним глазом, осталось ли что-нибудь, что мы прямо не осветили. Интересная мысль про видеосообщение. Надо тестировать видеосообщение, вот если мое мнение, тут однозначного ответа нет, то есть я бы потестировал, но мне кажется, нужно посмотреть на аудиторию и попробовать отправить им видеосообщение. Это нестандартно, люди готовы это смотреть, мне кажется, люди готовы это смотреть, в особенности, если аудитория у вас такая достаточно молодая, и она на мобильных устройствах, то есть видеоформат, он на мобильных устройствах уже чуть не больше востребован, чем простой текстовый формат. Но тут нужно понимать, если это просто напоминалка, когда ваш товар пришел или напоминаем вам, что вы записались на что-то, то видеосообщение избыточно, излишне. А вот если мы запустили новый продукт, смотрите, как это классно, то, наверное, видеосообщение будет прямо в тему интересным. Про запись вебинара. Запись вебинара будет, мы такой маленький итог подводим. Спасибо большое, друзья, что были с нами. Самое важное сейчас вынести для себя какие-то несколько ключевых моментов, с которыми вы пойдете дальше, делать изменения в своих компаниях. Кажется, что мы донесли вместе с Владимиром мысли про CRM-систему и клиентов, что очень здорово планировать работу с клиентами, но без CRM-системы вы сильно отстаете, то есть CRM-система даст вам большое ускорение. Если у вас нет еще автоматизированной CRM-системы, подумайте, пожалуйста, об этом. Если у вас CRM-система есть, то мы надеемся, что мы дали несколько подсказок, как лучше использовать инструменты CRM. Наверное, прямо сейчас не возникает такого вопроса, как сделать конкретно какое-то действие, но, может быть, это не прямо сейчас нужно сделать. Коллеги, которые сегодня отвечали на вопросы, две команды, я напомню, что сегодня в чате у нас две команды работали, команда CRM-академии и команда К-сервис, это два наших партнера, которые в системе разбираются хорошо, они к вам еще говнуты с вопросом, как вам и какой процесс внутри кажется вам оптимальным для того, чтобы либо стартовать с него по CRM-системе, либо доработать его. Пожалуйста, обращайтесь к коллегам-интеграторам за помощью, коллеги придут к вам и, говоря про сегодняшний вебинар, будет письмо через день-два, как только запись сконвертируется на сервисе. Мы поделимся материалами, презентациями, которая была у Владимира и у меня, и видеозапись в сегодняшнем вебинаре. Друзья, спасибо огромное, удачи всем в бизнесе. Продолжение следует...